Ограничения по выбору искусственного хрусталика глаза. Бывают ли какие-то ограничения, в каких случаях тот или иной тип хрусталика вам или вашим близким не подойдет, и что с этим можно сделать? Всем привет! С вами снова Алексей, и я неофтальмолог. Когда речь идет о лечении катаракты и выборе искусственного хрусталика, или когда речь идет о рефракционной замене хрусталика для того, чтобы избавиться от очков, то опять же речь идет о выборе типа искусственного хрусталика глаза. В подавляющем большинстве случаев вам всегда хочется выбрать самое лучшее, что существует на сегодняшний день. Но, к сожалению, это не всегда возможно. Часто самым лучшим хрусталиком мы считаем те хрусталики, которые позволяют вам избавиться от очков или быть более независимыми от очков. Это так называемые типы пресбиопических хрусталиков, которые еще по старинке иногда называют мультифокальными. В этом видео я расскажу и про этот тип хрусталиков, а также затрону случаи с монофокальными хрусталиками. В общем, усаживайтесь поудобнее и поехали. В первую очередь давайте вспомним, какие типы хрусталиков существуют. Существует монофокальный хрусталик. Это хрусталик самого простого типа, который обязательно после своей установки будет требовать от пациента использования очков для зрения на определенном расстоянии. Либо это вблизи, либо это вдаль, в зависимости от того, как этот хрусталик будет рассчитан в вашем случае. Второй тип хрусталика, это хрусталики, которые не требуют ношения очков. У меня есть отдельное видео, где я рассказываю о всех технологиях мультифокальных и пресбиопических хрусталиков, ссылка в этом углу. Но если кратко пройтись по этому видео, это так называемые мультифокальные и EDUF типы хрусталиков с использованием дифракционной решетки или так называемой сегментно-бифокальной оптики. Разница между этими двумя технологиями, а именно между мультифокальным и настоящим EDUF хрусталиком заключается в том, что мультифокальные хрусталики из-за специфики дизайна всегда приводят к снижению количества света, которое попадает нам в глаз и приводят к снижению контрастной чувствительности. В то время как EDUF хрусталики, а именно настоящие EDUF хрусталики, которые созданы по такой технологии, они являются вариантом мультифокального хрусталика. Кстати, на эту тему я тоже подробно записывал видео, ссылка в этом углу. Так вот, настоящий EDUF хрусталик, а справедливости ради могу сказать, что на сегодняшний день, на момент записи этого видео, мне лично известна только одна модель такого типа хрусталика, это Technic Symphony. Не снижает контрастную чувствительность при падении освещенности. И вот этот фактор, а именно контрастная чувствительность, является определяющим фактором, когда вам можно или нельзя ставить хрусталик того или иного типа. Также хочу напомнить, что существуют так называемые торические хрусталики, которые используются у пациентов с астигматизмом. В некоторых клиниках их почему-то выделяют в отдельную группу, хотя на самом деле это всего лишь специфическая версия или монофокального, или мультифокального, или EDUF хрусталика. И торические хрусталики нужно обязательно использовать, если у пациента есть явно выраженный астигматизм, потому что неоткорректированный астигматизм тоже является фактором снижения качества зрения и снижения контрастной чувствительности. А теперь, когда мы знаем, что есть разные типы хрусталиков, которые влияют не только на остроту зрения на разных дистанциях, но и количество света и качество контрастной чувствительности, которые они могут дать, давайте разберемся, как это связано с вашим текущим состоянием глаз. Контрастная чувствительность глаза начинает ухудшаться у любого человека с возрастом примерно после тех же пресловутых 40 лет. И чем старше мы становимся, тем больше глазных заболеваний может влиять на качество нашего зрения. В первую очередь это глаукома, которая без должного контроля, без должного внимания офтальмолога может сначала приводить к снижению контрастной чувствительности и потом к полной слепоте. Напоминаю, если у вас глаукома, обязательно контролируйтесь у офтальмолога, не занимайтесь самолечением, более подробно в этом ролике о глаукоме. Глаукома влияет на сетчатку и, как вы можете догадаться, любые проблемы с сетчаткой могут приводить к снижению контрастной чувствительности. Проблем этих достаточно много. Это какие-то диабетические сложности, это какие-то воспалительные процессы, проблемы в макулярной области, Это та зона, в которой сосредоточена наша максимальная точка самого острого зрения. То есть любые глазные заболевания, которые могут влиять на снижение контрастной чувствительности и снижают вашу контрастную чувствительность, являются прямым противопоказанием к использованию мультифокальных хрусталиков. Почему? Я думаю, вы уже догадались. Потому что, с одной стороны, у нас есть проблема снижения контрастной чувствительности просто по причине изменений в наших глазах, плюс, с другой стороны, мы еще больше понижаем контрастную чувствительность, если имплантируем мультифокальный хрусталик. Кстати, если вы впервые на моем канале еще не подписаны на него, сделайте это прямо сейчас и включите уведомления о новых выпусках, нажав на колокольчик. Так вы не пропустите новые выпуски, которые выходят каждое воскресенье про технологии в офтальмологии. Спасибо! Также мультифокальные хрусталики являются противопоказанием для людей с амблиопией. То есть, это состояние, когда у человека глаз как бы физически здоров, но зрительная кора его не может нормально видеть. В этом случае тоже мультифокальный хрусталик может быть противопоказан при снижении остроты зрения ниже 0,8 или в некоторых случаях 0,6. Ну, кстати, что касается амблиопии, у меня есть мой личный опыт лечения амблиопии во взрослом возрасте, и на канале есть видео на эту тему, ссылка в этом углу. А сейчас двинемся дальше. Итак, первое и основное ограничение – это контрастная чувствительность или возможные риски ухудшения контрастной чувствительности в будущем. Именно поэтому врач может вам не посоветовать мультифокальный хрусталик, но у врача в этом случае в резерве есть еще и DOF Symphony, которая может дать не такое хорошее качество зрения вблизи, как любой трифокальный хрусталик, но она даст гораздо большую контрастную чувствительность, большую степень зависимости от очков, и эту линзу часто применяют в случаях начальной глаукомы, каких-то незначительных проблем с сетчаткой, каких-то стартовых состояний, когда зрение уже как бы не позволяет использовать мультифокальный хрусталик, либо сегодня, либо с учетом последующей перспективы. Имплантация и DOF хрусталика Symphony хорошо описана в литературе в таких случаях, и врачи это иногда делают, поэтому можете обсудить ваш конкретный кейс с вашим врачом. Есть еще одна проблема, когда тот или иной тип хрусталика может вам не подойти или, скажем так, подойти не полностью. Это ограничение рефракции. Дело в том, что хрусталик это оптическая линза, и как любая оптическая линза, он имеет свою определенную оптическую силу. Чаще всего хрусталики выпускают в определенном диапазоне вот этих вот оптических сил хрусталика. Иногда это от плюс 5 диоптрий до плюс 34, иногда от 10 до 30. И то же самое это относится к коррекции астигматизма. И в случаях либо очень высокой миопии или высокой близорукости, или очень высокой гиперметропии или дальнозоркости, или в случаях высокого астигматизма, просто может не оказаться хрусталика нужной вам диаптрийности в том модельном ряду, который использует та или иная клиника. В этом случае клиника может попробовать заказать под вас специальный хрусталик другой модели, если они это делают, либо возможно вам придется искать другую клинику с более широким ассортиментом линз. В крайне редких случаях бывает так, что оптической силы хрусталика в принципе не хватает ни у какого производителя. И если анатомия вашего глаза позволяет, то в этом случае вам можно поставить две линзы. Это обычный искусственный хрусталик, плюс специальная линза для имплантации в скулькусную борозду, это так называемая линза FirstQ Addon. Я про нее тоже рассказывал у себя на канале. В принципе вот эти два базовых ограничения, а именно ограничения по контрастной чувствительности и ограничения именно по оптической силе, по диаптрийному ряду, и закрывают подавляющее большинство ситуаций, когда та или иная модель хрусталика может вам не подойти. Я не буду здесь рассматривать какие-то экстремальные анатомические случаи или какие-то случаи травматических катаракт. Вот там совершенно другая история, я в них не сильно разбираюсь, но точно знаю, что они бывают редко, и там уже в любом случае даже офтальмолог бы вам не сказал, что вам можно ставить в таком ролике, как этот. Там нужно смотреть конкретно глаз, понимать какие причины привели к той или иной проблеме и так далее. А если после просмотра этого ролика у вас остались какие-то вопросы или вы хотите поделиться вашим личным опытом, смело пишите в комментариях, задавайте вопросы, делитесь вашим опытом, и я попробую ответить на все ваши вопросы в пределах моей компетенции. Не забудьте поставить лайк этому видео и увидимся в следующих выпусках. С вами был Алексей и я неофтальмолог.